Привет, бойцы! Уже в эту субботу наш претендент Вадим Немков попытается отомстить за Федора Емельяненко и забрать пояс в полутяжелом весе Беллатор у Райана Бейдера. И сегодня я собрал для вас немного рассуждений профессионалов из мира ММА о победителе в данном бою. Меня зовут Иван Неумин, это канал It's Time. Ставь лайк и погнали! Виталий Минаков, бывший чемпион Беллатор в тяжелом весе. Если Вадим грамотно выдержит весь план на поединок, который готовится всей командой, то все закончится хорошо. Не хочется загадывать, потому что Бейдер очень серьезный соперник. Но учитывая, что Вадим обладает хорошими ударами, бой может закончиться досрочно в его пользу. Нужно нейтрализовать все положительные стороны Бейдера. Кори Андерсон, топовый полутяж Беллатор. Бейдера я знаю немного. Мы тренировались с ним, когда он готовился к первому и второму бою с Филом Дэвисом. Так что я знаю, что он делает, когда намеревается выбросить свой оверхенд правой. Я знаю, по работе с ним бьет ли он ради попадания или бьет ради прикрытия прохода в ноги. Немков тоже хорош. У него русский стиль ведения боя. У нас есть в команде россияне, я знаю их стиль. Они все легки на ногах, все скачут, никогда не останавливаются напротив вас. И никогда непонятно, будут ли они бить или проходить в ноги. А когда наносят удар, они могут очень быстро разорвать дистанцию. Поэтому иногда ты проваливаешься вперед, пытаясь их достать ответными ударами. Так что я знаю, что он хорош в контроле дистанции. Если видит идущего вперед соперника, то бьет по ближней ноге, как было в бою с Леймом Магири. У него и у самого есть тейкдауна, но они не настолько хороши, как у Бейдера. Эдуард Вартанян, легковесый ИСЕЙ. Немков и Бейдер оба давно не дрались. Фаворитом будет Бейдер, у него за спиной большой опыт. Он может выиграть за счет борьбы, опыта, размеров. Все-таки Бейдер больше. Также он тяжеловес, хотя и дрался в полутяжелом весе. Но это не значит, что Немков не сможет выиграть. Все зависит от того, насколько четкий план будет. У Немкова же будет хорошая возможность проявить себя. Анатолий Токов, топовый средневес Беллатор. Такое чувство, что Вадим не устает вообще на тренировках. Он и так был физически сильный, а сейчас еще набрал. Упорный и трудолюбивый. Думаю, у Вадима есть все шансы победить Бейдера. Он в хорошей форме. Но легко не будет. Бейдер опытный, жесткий, хорошо борется. Александр Шлеменко, бывший чемпион Беллатор в среднем весе. Перед боем шансы практически равны. Потому что команда Федора хорошо знает Бейдера и сделала хорошие выводы. Федор сам ему проиграл. И этот опыт он передаст Вадиму. Если выделять конкретного фаворита, Немков. Скорее всего, Вадим победит по очкам, так же, как это было в бою с Филом Дэвисом. Бой будет не очень зрелищным. В какие-то моменты Немков окажется лучше. Не верю, что Бейдер сможет забороть Вадима. Потому что у нашего бойца достаточно хороший уровень борьбы. А вот в стойке за счет тычков, джебов, лоу-киков Немков сможет себя проявить. Райан Бейдер, чемпион Белотор в тяжелом и полутяжелом весе. В полутяжелом дивизионе был застой. У нас не было явного претендента на титул. А затем появился Немков и начал вырубать топовых бойцов. Он побил Дэвиса, Карвалия, МакГири и стал главным претендентом. Он ярко заявил о себе. Я с нетерпением жду нашей встречи. Он агрессивен, молод и сейчас он на пике. Но и я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Вадим Немков, претендент на пояс Белотор в полутяжелом весе. В принципе, слабых мест у него нет. Он и руками бьет неплохо, и ногами хорошо кидает, и борется хорошо. Готов контратаковать. Он универсал, как и большая часть бойцов на этом уровне. Это раньше даже на серьезном уровне были представители разных стилей. А сейчас все универсалы. Просто кто-то больше заряжен на ударку, а кто-то на борьбу. В любом случае, универсальны все. Такие у нас прогнозы, друг. Напомню, что турнир придет утром в субботу. А сразу после мы выложим небольшой обзор. Поэтому подпишись и поставь колокольчик, чтобы не пропустить его. Меня зовут Иван Неумин, это канал It's Time. Спасибо за твой лайк. Пока.